Пенсии не будет. Ощадбанк объяснил, кто может остаться без выплат после 31 марта. Государственный Ощадбанк продлил до 31 марта 2022 года срок действия старых банковских карт для пенсионеров-переселенцев из Донецка и Луганска. Это может быть последнее продление. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление начальника Донецкого областного управления Ощадбанка Светланы Ивенко в интервью изданию «Донбасс». Реалии. Сегодня конечная дата – 31 марта 2022 года. Еще раз призываю людей обратиться в отделение Ощадбанка, сказала она. Она напомнила, что на протяжении последних двух лет с начала карантина Ощадбанк продлевал срок действия банковских карт. Эти действия были исключительным решением, чтобы дать возможность жителям Ордла успеть к нам обратиться. То есть уже было два года, чтобы получить эти карточки. Последнее решение приняли из-за решения власти о продлении адаптивного карантина, добавила она. По ее словам, только за декабрь приблизительно 8 тысяч жителей оккупированных территорий обратились в отделение банка в Донецкой области, несмотря на всего один открытый КФФ. В среднем 700-800 человек ежедневно обращаются к нам, сообщила она, отметив, что более 100 тысяч карточек продолжают ждать своих владельцев. Напомним, ранее государственный Ощадбанк неоднократно продлевал срок действия платежных карт внутренне перемещенных лиц. В кабинете министров Украины ранее заявляли, что у пенсионеров из Ордла будет месяц на верификацию. После того, как закончится карантин.